Всем привет! Меня зовут Сергей. Я приветствую вас на канале 1Серж23. Данный канал посвящен катерам, лодкам и всем водомоторным видам отдыха. Но, собственно, бывают на нем и другие отклонения, скажем так, по каналу на различную тематику. Но основная тема это водно-моторный транспорт, ремонт водно-моторной техники и изготовление каких-то вещей для водно-моторной техники. В данном случае речь пойдет об окончании ремонта американского катера, в окончании полной реставрации и глобального восстановления катера Вилкрафт-210. Но если быть абсолютно честным, в процессе ремонта выяснилось, что это все-таки не 210, этот катер называется Вилкрафт-186С, поскольку были найдены следы от его оригинальных наклеек, то есть оригинальной наклейки у него было написано, что это Вилкрафт-186С. Но по мотивам предыдущих роликов буду называть его также продолжать 210 Вилкрафтом, потому что вся его история, вся история его ремонта, это именно была как катера Вилкрафт-210. Данный катер относится к открытым катерам, открытые прогулочные катера, очень интересного класса, то есть это катер достаточно легкий и вообще в принципе очень-очень неплохая лодка. Это достойный, скажем так, ну не знаю, конкуренции ему достаточно мало, по той простой причине, что Билайнеры будут однозначно проигрывать данную категорию, данному катеру, потому что все-таки ценовая категория изначально катера, когда он выходит с завода, выше, чем у Билайнера. То есть сделан он гораздо лучше и гораздо надежнее. Именно поэтому он пережил свое пофигистское отношение, что катер находился в брошенном виде не знаю сколько лет, потому что пришел он в очень запущенном состоянии. То есть и у него потребовалось огромное количество работы. Что было сделано по данной лодке? То есть изначально было отреставрировано днище, днище было отреставрировано гелькоутом, после этого закрыто противоосматическим грунтом, покрашено примакорным, покрыто и покрашена не обрастающей краской синего цвета, релюкс-33. Вся верхняя часть катера подвергся полной разборке. То есть его был разобран весь. Из него вычистили огромное количество грязи, мусора. Сидения были в ужасно загаженном состоянии. То есть это все было отмыто, отхимчищено. Было отремонтировано стекло, был отремонтирован привальный груз. То есть весь корпус был подвергнут глубокой полировке. И вот вы видите, как сейчас выглядит катер. Ну, заменена еще куча дополнительных элементов. Ну, в качестве дополнительных вещей изготовлен новый рым. Не рым, точнее, а лебедка на рым. Этот, как его называется. А так вот, сейчас я вам покажу, что получилось. Я буду снимать еще отдельный ролик. Выложу его чуть позже, потому что он будет монтированный. Он будет называться «История ремонта катера». Кому будет интересно, как это все было до ремонта и как это получилось после ремонта, посмотрите обязательно. Но, как еще раз говорю, то есть ролик будет делаться, потому что с ним надо заниматься. Попутно все отверстия, соответственно, были отреставрированы гелькоутом. То есть верхняя матрица была отреставрирована гелькоутом. Все отверстия, которые были под саморезы, здесь все было разбито. Все это было также отреставрировано. Элементы нержавеющие заполированы. Стекло отремонтировано. То есть отремонтировано столько стекла. Стекло собрано. Здесь всего этого не было. То есть это все пришло отдельно, и здесь это пришлось все дорабатывать и делать. Был отремонтирован привальный груз. По ремонту привального груза есть отдельные ролики. А сейчас давайте я вам покажу, как получился катер непосредственно после окончания ремонта. Итак, поехали. Вилкрафт 210. Те, кто видел катер до начала его ремонта, могут... А кто не видел, посмотрите ролик начала ремонта катера Вилкрафт 210. И вы увидите разницу, разницу день и ночь. Как сказал владелец катера, если бы он не смотрел видеоролики по ходу ремонта своей лодки, он бы ее не узнал. Что действительно так и есть. Лодка вся блестящая, внутри, снаружи. Она горит буквально. Потому что она подверглась глубокой полировке. Сидения были отремонтированы. То есть, вот вам сейчас показывают коктит. Здесь были разломанные сидения. Этот, как его называется. Все это дело демонтировалось полностью. Производилась химчистка коврового покрытия. После этого были отремонтированы основания всех сидений. Сидения отремонтированы, механизмы сами по себе. И, собственно, как его называется, все было собрано назад. Вот вам сейчас показывают, как получился салон. Это буквально день и ночь по отношению к тому, что было. Сейчас это получилась нормальная, отличная, качественная, красивая лодка. Которой можно пользоваться, я думаю, что не один год. А если ее еще и популировать в течение нескольких лет, то она будет вообще красавица. Это, наверное, первая реставрация. Но вот этот огонь был весь разрушенный. То есть, это все поменяли. Вообще узлы, которые были уничтожены, они также поменялись. Кнопки было решено не ставить, потому что сейчас будут делаться тенты. Тенты будут делаться новые. Здесь был отремонтирован привальный груз. Вот вам показывают сейчас. Но по нему есть отдельный ролик. Здесь все так же было полностью грязное, страшное. То есть, все это сейчас приобрело человеческий вид. Конечно, это не новый катер. То есть, это нельзя сделать из захламленного катера. Невозможно сделать новый катер. Но в данном случае было сделано все, что только можно сделать. То есть, сейчас конкретно катер получил вторую жизнь. На мой взгляд, им будет пользоваться приятно. Отремонтирована рамка стекла. Вот вам сейчас показывают лобовое стекло, потому что там, говорю, там было все разломано капитально. Так что вот. На этом я заканчиваю описание о работах по катеру Вилкрафт-210. Сейчас я сделаю на него транспортировочный тент. И после этого вообще работы все катер уйдет своему владельцу. Все работы у меня будут официально закончены. Так что вот. Подписывайтесь на канал. Не забывайте ставить колокольчик для того, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. А так. Вопросы можно задавать любые через почту. Почта 1серж23собакамail.ru Там же можно размещать заказы, если вы столкнулись с такой же проблемой, как что вам необходимо отремонтировать, либо отреставрировать ваш катер. То есть, все приемы заказов осуществляются исключительно через почту. А так, еще раз говорю, почта 1серж23собакамail.ru Спасибо за внимание. До свидания.